Маленькая поправочка. Здравствуйте. Жаслан Мурзам, мне к вам вопрос. Сначала уточняюще позвольте, вы в своем выступлении отметили, что в апреле, когда проводился спид-тест, то средняя скорость в Казахстане была выше, чем в Кыргызстане, Узбекистане и России. Мы вас правильно поняли? В слайдах и в информации у вас была такая информация. Рейтинги, как вы знаете, они постоянно проводятся, замеры осуществляются, поэтому мы сконцентрированы на ощущениях наших граждан. Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество связи, поэтому рейтинги вне зависимости от нас будут всегда проводиться, какие-то рейтинги выходить, кто на каком месте. Мы на самом деле больше ориентируемся на улучшение качества связи, чтобы граждане лучше почувствовали. Хорошо. Теперь позвольте к основным вопросам. В Астане и в Алматы и в других городах Казахстана очень много так называемых белых пятен, где есть зоны, то есть где нет ни ловит ни интернет, и очень плохая связь сотовая и так далее. Скажите, пожалуйста, вы лично будете ли посещать такие проблемные точки, и когда у нас, по крайней мере, в Астане, в столице их станет меньше, более уверенным прием сигнала и так далее? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это, конечно, всегда такой актуальный вопрос. Те города, которые вы отметили, действительно есть белые пятна. Мы над ними постоянно работаем, как и тактически, так и на системном уровне. На системном уровне соответствующие изменения в законодательство внесли. То есть теперь в генеральных планах и в планах детальной планировки будут уже предусматриваться соответствующая инфраструктура связи. Я сегодня также докладывал, чтобы всем акиматам поручили внести соответствующие корректировки в генпланы и в ПДП. То, что касается белых пятен, мы сегодня также одну из мер объявили, что осуществили технический запуск цифровой карты телекоммуникации, где будут отражены в том числе и белые пятна, чтобы граждане могли также нам помогать отслеживать плохое качество и выставлять соответствующую обратную связь для выявления таких зон с плохим качеством связи интернета. Поэтому я сам лично сторонник того, чтобы выезжать на места, смотреть, общаться с населением, где какие есть недостатки, слушать. За месяц своей работы я уже съездил в несколько регионов, пообщался с населением, поэтому я буду эту работу дальше продолжать и, соответственно, с коллегами принимать соответствующие меры, в том числе совместно с местными исполнительными органами. Хорошо, спасибо. Несколько дней назад кыргызстанские СМИ сообщили, что основатель телеграмм Павел Дуров приезжал в Кыргызстан, правительство ему будто бы сделало какое-то инвестиционное предложение, что-то они обсуждают, что-то планируют. Скажите, пожалуйста, пользуясь тем, что Дуров был здесь не так далеко от Казахстана, приглашали ли вы Дурова к нам в Казахстан, есть ли у вас к нему какие-то инвестиционные предложения и вообще с сильным и миром с его сферой IT, будем ли мы дружить, контактировать и, самое главное, использовать их инвестиции, технологии, кроме Стародинка. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, я в курсе, что он приезжал, был на Иссыкуле. Я лично знаком с его непосредственной командой, с Павлом Дуровым еще не знаком, но, в принципе, меня заверили, что мое приглашение, приглашение моих коллег ему передали. Я думаю, что в каком-то будущем он посетит Казахстан, я на это надеюсь, я сам лично буду прикладывать этому усилия. Есть что обсуждать, запуск совместных лабораторий и так далее, потому что вы знаете, что Telegram – это высокотехнологичная компания. Недавно они объявили ряд инициатив по интеграции с компаниями из блокчейн-технологии, криптоиндустрии, запускают платформу для приложений в сфере блокчейна. Поэтому я думаю, что есть что обсуждать. И это высокотехнологичные проекты, и будем работать над этим. Хорошо, спасибо, Шпион. Рахмет. Женя Уранкаева, Кроскейз. Добрый день. Первый вопрос у меня к господину Мадееву. Скажите, пожалуйста, у нас министры меняются, когда, да, и очень часто бывает, что начинание предыдущего министра отменяет министр, но вновь пришедший. Долгое время при Мусине обсуждали вопрос интернета Starlink. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какой статус по Starlinkу? Станет ли он доступным для физических лиц? Смогут ли казахстанцы в качестве альтернативы, вот зависающему даже сегодня на заседании правительства Казахтелекому, да, найти какую-то альтернативу в виде Starlink? И подключить? И сколько это будет стоить? Спасибо за вопрос. Ну, то, что меняются министры и так далее, от этого никуда не денешься. Но я хочу заверить вас, что очень большая работа была проделана предыдущим руководством министерства. Starlink – это такая крупная глобальная компания. Она у нас присутствует на сегодняшний день в пилотном режиме. До конца года планируем, что около двух тысяч школ получат терминалы Starlink, и ученики будут подключены к интернету через Starlink. Мы работаем над тем, что и проводим переговоры со Starlink, чтобы соответствующая инфраструктура была интегрирована с этой технологией, чтобы мы могли ее запустить в массы. Вот я сегодня тоже докладывал, что уже на нужды министерства чрезвычайных ситуаций мы расширяем использование Starlink. Но вообще, в целом, я думаю, что этот рынок должен быть конкурентным. Вы знаете, что у нас еще присутствуют, помимо Starlink, другие решения, такие как OneWeb, допустим. OneWeb сегодня работает над установлением станции сопряжения. Я думаю, что где-то в начале 2025 года они уже будут иметь возможность на коммерческой основе предоставлять эти услуги. Поэтому я считаю, что этот рынок должен быть конкурентным. Мы должны больше приглашать такие технологии. Но должен быть баланс между таким желанием внедрения этих технологических решений и национальной безопасностью. Спасибо. Сколько будет стоить? Вы не ответили. Starlink для физлиц. Сейчас пока еще не принято решение на масштабирование этого массы. Сейчас о стоимости говорить преждевременно. Мы сейчас... Первая очередная задача – это договориться со Starlink о тех необходимых технологических решениях, чтобы мы могли распространить это в массы. Спасибо. Спасибо. Второй у меня вопрос, Шамус Айраноч, к вам. Давно не виделись. Вы пропали, как начались паводки, не общались со СМИ. Скажите, пожалуйста, изменилась ли информация о средней заработной плате спасателей или по-прежнему наши казахстанские спасатели работают за 160-180 тысяч тенге? Рахмеджан, я за вопрос. Актуальный на сегодняшний день. Как вы знаете, у нас есть именно категория спасателей, относящаяся к подразделению оперативно-спасательных отрядов. Так вот, в свое время, согласно постановлению правительства, им были предусмотрены надбавки 25% за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности к выезду, 70% за доплату за работу, связанную с рисками и угрозой причинения вреда здоровью и жизни, 300% за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизни, 100% за каждый час работы за работу при повышенных и пониженных температурах, 100% за проведение аварийно-спасательных работ под водой, также такой же процент за психоэмоциональную нагрузку в связи с постоянной работой с телами погибших или фрагментами тел. И 15% за работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей. Это что касается сотрудников оперативно-спасательных подразделений. Чтобы вы понимали, это сотрудники, не имеющие погон, не аттестованные. Давайте в цифрах. Вот 160-180 тысяч тенге в месяц. Я вот хочу объяснить. Если мы говорим об этой категории, то в соответствии с графиком их работы и произошедших событий, зарплата их варьируется от тех событий, которые я сказал. Если они подпадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка. И вот каждый месяц они, получается, по-разному получают зарплату. Мы не можем предугадать, какие события будут происходить в ближайшее время. Но во время паводков максимально сколько спасателей получали? В среднем во время паводков средняя зарплата с учетом доплат 334 тысячи получали в среднем. Каждый спасатель. Хорошо. И, к сожалению, в данное время, в настоящее время аттестованные сотрудники, имеющие погоны, это пожарные спасатели, именно служб пожаротушения, они не имеют пока таких надбавок, но мы работаем над этим. Также до нас доходила информация, что вы, работая в регионах, где были паводки, требовали от спасателей какой-то красивой формы, чтобы они красивыми рядами ходили. Для чего это делалось, нам не очень понятно. Но от спасателей подобные жалобы почему-то прилетали именно от главы МЧС. Ну, я думаю, если такие жалобы были, не скрою, что у нас есть требования, то, что спасатель, он должен быть опрятен, тем более те ребята, которые носят погоны, форма одежды. Ну, в общем, опрятный вид. Это было требование, на самом деле. Начиная от, то есть, визуального, ну, элементарно, да, побриться, там, причесаться и так далее, если об этом речь, ну, и содержать форму в чистом виде. Такое требование было, потому что мы, как руководство и руководители на местах организовали необходимые условия для гигиены и для нормального несения службы на местах. Также спасатели писали о том, что классно, что у нас министр сейчас новый пришел, и даже у него на руках годовая зарплата рядовых спасателей в виде часов, которые стоят 2 миллиона тенге. И, наверное, не очень целесообразно и справедливо требуется спасатели рисковать жизнью, работать в нечеловеческих условиях и требовать еще и покупать форму вот за свой счет. Насколько обоснованы подобного рода заявления спасателей? Насчет часов за 2 миллиона это тоже преувеличено, насчет требовать форму за свои деньги купить, такого нет. Мы полностью обеспечиваем нашим сотрудникам, увы, не совсем качественной формой, но мы их обеспечиваем. А сколько стоят ваши часы? Ну, однозначно не 2 миллиона. Рахмет, миллион? Что? Миллион? Есть же какая-то цифра, почему вы боитесь назвать? Жаньян, давайте передадим. Абсолютно не знаю, сколько они стоят, но точно стоят. Стандартные часы, которые были подарены мне. Спасибо. Следующий журналист Аяна Рыбай, Волосмедиа. Саламу алькум. Көп айтылды, бірақ ақыры осы плюс жетті қалатын жөнді. Саламу алькум. 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 Продолжение следует... 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 И мы считаем в целом, что это усилит конкуренцию, а конкуренция, как вы знаете, приводит к повышению качества. Сколько вложить в инфраструктуру должны катарцы по договору? Сколько денег? Это один из самых таких для министерства, насколько я думаю, дорогой и важный проект. Сколько они должны вложить в инфраструктуру 5G катарцы? Инвестиции будут вкладывать не только этот мобильный оператор, но и другие тоже. Я вам скажу, что в принципе в сектор в течение последующих 5 лет будет вложено не менее миллиарда долларов. Скажите тогда, можно ли гарантировать, действительно гарантируете ли вы, что приход катарцев, нового инвестора улучшит действительно качество интернета, снизит цены на тарифы? И не постигнет ли МТС судьба КСЛ, не будет ли так, что новый инвестор пришел, ничего не вложил из своих средств, качество ухудшилось, потребители начали уходить. Только тогда снизят цены и в конечном итоге МТС обратно вернется под руководство Казахтелекома через время. Не получится ли так? Я думаю, что у нового инвестора такого настроя нет. Вкладывая миллиард долларов в покупку компании, я думаю, что это достаточно большие деньги, чтобы просто пожертвовать с ними и потом вернуть обратно государству за бесцены. Я считаю, что это, наверное, часть долгосрочной стратегии по выходу на наш регион через Казахстан. Казахстан, как правило, у нас по многим направлениям является хабом, технологическим хабом в регионе, поэтому приход нового инвестора в регион именно через Казахстан, я считаю, что это очень большой положительный знак для нас всех. И вкладывая такие большие средства, я думаю, что они будут развивать компанию дальше. Станет ли дешевле интернет для потребителей? Вот вы говорите про конкуренцию. В частности, у всех недовольство ценой и качеством. Цена станет ниже, а качество станет лучше, да или нет? Конкуренция – это однозначно лучше для граждан. Это первое. Второе. Тарифы на связь, на интернет с 2017 года, согласно Притериматическому кодексу, они не регулируются. Если наблюдается ценовой сговор между операторами, то есть соответствующий орган, то есть Агентство по защите и развитию конкуренции, которые занимаются проверкой этих частных случаев. Мы, как цифровое министерство, в случае необходимости, тоже подключаемся к этой работе. Поэтому предсказывать что-либо – это, я думаю, неправильно. Мы можем только делать предположение, что качество должно улучшиться ввиду конкуренции. Мы все в свободном рынке будем это наблюдать, то есть все мобильные операторы будут работать в свободном конкурентном рынке. Поэтому ценовая политика, она будет у каждой компании своя, но как регуляторы будем смотреть, если какие-то вот такие, как ценовой сговор, что-то будет происходить, будем подключаться. Ильдана Ахмеджанова, Марс Кизак. Тоже вопрос к Царяб. Можилисия приняли закон о реформировании жилищной политики, то есть теперь действующая база очередних Акимата будет передана в ВОД Басыбанк. Постановка на учет через Акиматы прекращается. В ВОД Басыбанке якобы создадут центр обеспечения жильем, который будет являться единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Я проанализировала и поняла, что к этому шли запланированные заранее, ведь не зря с 21 августа 2023 года ВОД Басыбанке запретили продавать депозиты. Мы разрешили только переуступать между родственниками. И с недавних пор внедрили изменения к получению ключей ЭЦП, все теперь подписывается одним ключом. И теперь возник вопрос, будет ли возможно депозит теперь считаться аналогом к электронной цифровой подписи. И есть ли гарантии, что деньги со счетов в людей не будут пропадать при такой большой интеграции системы и отсутствии наших безопасностей данных. И вообще, как на деле произойдет переход очередних Акимата в ВОД Басыбанк. Спасибо. Комплексный вопрос. Во-первых, то, что удалось основной момент угловить по поводу безопасности средств граждан. Я думаю, что все, что связано с безопасностью государственных систем, с персональными данными и так далее. Здесь нет, в принципе, переживаний, потому что не было таких кейсов по фактам утечки персональных данных из госсистем. То, что касается мошеннических операций, здесь, наверное, граждане должны сами соблюдать свою осведомленность о таких мошеннических операциях, быть очень осторожны в цифровом пространстве. А то, что у вас вопрос связанный с ЖИСБЕРБАНКом и соответствующими госсистемами, давайте ему в письменном порядке ответим. Вы пока не знаете, как это будет переходить, получается? Не понял. Вы пока не знаете, как будете выводить из Акимата в список от Пасыпанк? Как это будет, интеграция, происходит? Получается, еще не разработана или что? Достаточно такой специфический вопрос. Давайте лучше, чтобы я вас не вводил в заблуждение, мы вам в письменном порядке ответим. Спасибо. Рахмет. Нургуляу Бакирова, азат Тухруха. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 А интернета не очень в Казахстане. Есть, где качество хорошее, есть, где качество действительно не очень. Вот белые пятна. Мы с этим работаем. По белым пятнам системное решение, я сказал, уже принято. Все новые строения, вот после изменения плана детальной планировки генплана, все новые строения будут автоматически предусматривать место для соответствующей инфраструктуры. Поэтому мы для чего? Мы как раз таки хотим продвинуть общественный контроль. Мы открываем эту карту телекоммуникации, чтобы каждый человек мог видеть. Вот, условно говоря, мы говорим, до 27-го года есть планы согласно национальному проекту. Есть подписанные соглашения с акиматами по установлению антенномачтовых сооружений. Все эти планы мы хотим транспарентным образом выложить, чтобы было онлайн. Онлайн обновлялись все новые введенные базовые станции, строения, проложенный ВОЛС, чтобы по всем операторам все это было доступно людям. И чтобы каждый человек мог увидеть, что именно в этом месте будет проложена соответствующая инфраструктура к такому-то сроку. И просто подождать, так как после ее установления качество интернета, соответственно, должно улучшить существенным образом. Поэтому мы хотим этот общественный контроль продвинуть и контролировать этот процесс совместно. Спасибо. Раз речь зашла о конкуренции, давайте поговорим про услуги такси. В Казахстане есть два оператора, это InDrive и Яндекс. Но тем не менее мы должны признать, что Яндекс является монополистом. И стоит только облачку собраться на небе Астаны, как только цены сразу взлетают. В противовес ему ранее Мусин заявлял, что мы запускаем приложение АПА.РУ, которое сейчас никак не котируется на рынке услуг такси. Скажите, пожалуйста, почему приложение, которое продвигалось под эгидой МЦРИАП, не стало конкурентоспособным и сколько потратили денег на его запуск приложения АПА.РУ? Я не в курсе, сколько потрачено на АПА.РУ. Я знаю, что есть на рынке достаточно Яндекс, Индрайв, причем они присутствуют на разных сегментах рынка. Если Яндекс больше в городах, у Индрайва больше упор на межгородские сообщения. Но мы приветствуем конкуренцию. Мы знаем, что антимонопольное агентство также постоянно проводит работу с данными операторами такси. Я знаю, что казахстанские стартапы появляются. И, насколько я помню, даже один стартап есть, по-моему, Тулем. Скажите, пожалуйста, почему АПА.РУ неконкурентоспособен, который хорошо анонсировался самим министром Мусиным? Я не в курсе насчет АПА.РУ. То есть вы сами не слышали про АПА.РУ? Я про АПА.РУ не слышал. Ну, в смысле... Приятное удивление, скажу вам. Спасибо. Рахмет. Рухани Баужанова, 24 кейзет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Был жалпы, кандай платформа, кимге арналған, кай жерден, ким оған криалады? Бәрі адамдар криалады. Ол біздің сайт-та бар. Со біздің сайт арқылы адресін криаласыз. Сосын бүкіл адамдар оны пайдалына алады. Мақсаты? Мақсаты ол общественные контроль мақсаты. Рахмет. Рахмет. Кожақмет Кенеспеков, 4-я власть. Жасыламырда сауалым сізге. Менің сауалым. Сонғы жылдары қазақстандықтарға жасалым жатқан шетелдік кибер шабылдардың саны екесегі артыққан. Бұндай жағдайлар негізі геосесей жағдайы тұрақсыз Ресей, Украина, Таяу шығыс елдерінде жиы кездесетін еді. Ал Қазақстанда осы кибер шабылдар саны артыққан мемлекеттердің қатарына кіріп одыр. Бұны қандай жағдайымен байланыстыразы және аталған жағдайлар бойынша нақты қандай жұмыстар атқар олда? Бұндай жағдайлар байланыстыразы және аталған жағдайы тұрақсыз жағдайлар байланыстыразы жағдайлар. Но я думаю, что в стране создана достаточно необходимая инфраструктура, и как и в частном секторе есть центры информационной безопасности, так и на государственном уровне, национальный координационный центр в лице государственной технической службы. В принципе, выявляют все эти кейсы. То, что касается интернет-мошенничества и мошенничества через телеком-связи, то здесь операторы связи имеют антифрод-центры соответствующие, они имеют возможность вычислять и блокировать подменные номера. То, что касается мошеннических звонков через интернет, через приложения, то на сегодняшний день для блокировки таких звонков соответствующих технологий нет. Но то, что касается антифрод-центров, мобильных операторов, сейчас они объединяются, объединяют усилия с антифрод-центром Национального банка. И я думаю, что в будущем устойчивость на такие мошенничества нам будет усилена. Второй вопрос. Продолжение следует... 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 уже какое-то количество лет, хотя, не знаю, может быть, никогда не вели. Скажите, пожалуйста, это вообще что, ну, то есть зачем, когда это было сделано, почему не работает и сколько стоило? Я лично проверю работоспособность этих QR-кодов, которые висят на здании. Давайте мы какое-то решение тогда посмотрим. Вы не знаете сейчас. Я не проверял эти QR-коды. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Продолжение следует... 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 и сами что-то контролировать, пытаться только этой информацией обладать. Нет, я хочу, чтобы массы нам помогли. Это наша общая задача. Я хочу, чтобы была вовлеченность широких слоев населения в этом деле. Как раз таки ваши жалобы нам дают возможность приоритизировать, куда должны выезжать наши соответствующие службы ГРС, чтобы контролировать качество. Мы сразу же будем, если качество не соответствует нормативам, мы штрафуем мобильных операторов. А здесь в правительстве плохая связь? Нет, я понимаю, но здесь же есть и другие факторы. Возможно, сейчас где-то какие-то другие системы глушения. Потом дополнительно в паркингах, то, что плохо ловят в подвалах и так далее. Нет, я понимаю. Я же вам говорю, что... Вам объяснили причину. Все. Рахмет, Айгер Мумат, информбюро. Добрый день. У меня первый вопрос к главе МЧС. Шамас Иранович, скажите, пожалуйста, по землетрясению Январьскому в Алматы недавно прокуратура сообщила, что завела уголовное дело по статье «Халатность». На кого это уголовное дело заведено, в отношении кого? Может быть, должностные лица вы сможете назвать? Пока идет следствие, я не могу его комментировать. Поэтому, я думаю, прокуратура дадут релиз по результатам. И мы все узнаем. Со стороны министерства вы ничего не можете сказать? Пока в связи с тем, что там все идет в рамках дела уголовного, я не могу это сказать. Были наказаны несколько лиц, получили дисциплинарную ответственность. Это в отношении них? Нет, это не в отношении них. То есть это другие сотрудники? Другие сотрудники. Большое спасибо. Тогда у меня второй вопрос. Главе Министерства цифровизации Жислан Хасенович, вот вы сегодня докладывали о Старлинге, подключении к школам, к этой технологии. Как мы знаем, ЗАК ввело в ваше министерство. Можете сказать, сколько было потрачено на оборудование для школ, в которых уже действуют, и по какому тарифу они обслуживаются? По тарифу, насколько я помню, у нас здесь представитель комитета телекоммуникации есть. По-моему, 140 тысяч тенге, кажется, платят. И Жан Балатыч, вы здесь, да? Сколько? 140 тысяч тенге, да? 140 тысяч тенге тариф на сегодня составляет. Это по одной школе, да? Правильно? Да. Месяц. Месяц? Пройдите к микрофону, пожалуйста. Нет, нет, вот к стойке, да. Да? Ну, хорошо, присаживайтесь. Присадьте. Да, по цифрам, просто конкретно вот спрашиваю. Вот сколько было потрачено на закуп и по тарифу? Ну, вы уже ответили по тарифу. Оборудование стоит... Там есть различные оборудования, абонентское устройство. Здесь было куплено такое интерпрайс-решение, которое стоит 2,5 тысячи долларов. Это по каждой школе, да? Да, по каждой школе. Вот и, как сказал министр, вот тариф. Так что порядка 140 тысяч. В месяц? В месяц. Ну, такого точно не будет. Срок эксплуатации, он не ограничен. И, в принципе, техобслуживание соответствующее предоставляется со стороны. То есть, если он... И оборудование на гарантии, если какие-то есть там повреждения, ну, в смысле, технические ошибки или проблемы с оборудованием, то они будут автоматически заменены. А можно я у микрофона достаю, да, закончу свой вопрос? Подскажите, пожалуйста, вы ответили, что 2 тысячи долларов – это только на один спутник или это в одной школе несколько спутников установлено? Нет, это не спутники, это один терминал. В каждой школе предоставляется один терминал. Это абонентское устройство, которое принимает сигнал со спутника и предоставляет интернет. Ну, некий роутер, Wi-Fi роутер, который принимает. Спасибо. Около 2 тысячи. 2 тысячи штук, 2 тысячи школ, контракт заключен на 2 тысячи школ. Рахмет. Рахмет. Серег Жолдаспай, Аллашурда. Без сұрақым сиферлық даму министеріне. Жана койылған сұраққа сіз 997 деген нөмірге байланысты айтқан жауабыңызда жеті деген аңғайлы сан деп айттыңызды. Бұрынғы Совет үкіметіне мүше мемлекеттердің барлығы басқа кодқа ауысып беткен екен, тек қана ресеймен Қазақстанға ағылған жеті де. Жалпы бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесінде қауіпті емес ба? Біз ұңғайлы деген мәселе маңызды ма? Жоғалды ұлттық қауіпсіздік маңызды ма? Мен ұлттық қауіпсіздік қазір рисктер бойынша мәлемет бері алмайым. Мен ұлттық қауіпсіздік жағынан қазір пережуәне болмау керек. Жақсы, екенші сұрық, осы сифырлық даму бойынша Қазақстан көп жұмыстар сетелді деп жатат, Қазақстандағы бір ауыл осы сифырлық даму бойынша сифырланды ма жалпы? Қандай ауыл бар, мысал айтар едіңіз, мұна ауыл толқ қанды сифырланды деп? Қазағы бір қауайлса сингерді деп жұмыстар сұрыжым осы сипырландық деп жұмыстар сicemерді. Қазақстан көп жұмыстар сөп жұмыстар с небесі, мұна ауыл с gazardайды. Мұна ауыл деп жұмыс т Diversity стандартты қарастырым бір жұмыстар пайланы өпіндет! Продолжение следует... 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 Параллельно есть вопросы, им необходимо провести анализ рынка, и я думаю, что через Казахстан, в принципе, рынок Центральной Азии, им было бы интересно покрыть, это моя точка зрения. Поэтому окончательное решение за ними, но в принципе мы умеем работать с крупными компаниями, с инвесторами, как вести переговоры, и мы будем этим заниматься. Но есть тоже такое мнение, что Apple не очень выгодно у нас открывать офис, потому что в Узбекистане, например, население больше, там как бы выгоднее открыть первый офис Центральной Азии, а мы как бы рыночек маленький. Что вы об этом думаете? Я думаю, что здесь не только надо смотреть на численность населения, но и вообще в целом на средний чек потребителя, который он может себе позволить. Поэтому я считаю, что в данном плане мы, в принципе, конкурентоспособны. И еще раз говорю, что здесь надо позиционировать Казахстан как некий хаб для выхода на более широкий регион, на рынок Центральной Азии и другие страны СНГ. Спасибо. Второй мой вопрос. Вроде бы никто про это не спрашивал. Когда вы только пришли на эту должность, ваши сотрудники просили дать вам время, чтобы ознакомиться с работой. Прошло чуть больше месяца. Все задают вопросы про развитие интернета, потому что это насущный вопрос, он всех волнует. Никто не спрашивает про космос. Мне вот интересно, что у нас с космосом, какие проекты, можете ли назвать какие-то будущие, вообще когда на Луну полетим? Спасибо большое. На самом деле космическая отрасль является очень важной, я считаю, для страны и вообще в мире космические технологии сильно развиваются. Поэтому в первый же месяц своей работы мне удалось посетить наш космодром Байконур, участвовать на запуске ракеты, именно грузовой. Я вижу большой потенциал с точки зрения туристической отрасли, я вижу потенциал консолидации космических активов, потому что у нас очень такая, я сказал бы, большая разрозненность. У нас есть возможность построения вертигально интегрированного холдинга или корпорации, у нас есть свой космодром, у нас есть Пуск, у нас есть СБИК, это сборочно-испытательный комплекс. Мы можем производить и спутники, у нас есть свои спутники. На сегодняшний день ведется проект еще пока на стадии R&D, то есть неокор, научно-испытательские конструкторские работы по производству, пусть и небольшой, но это метеоракеты. Тестирование будет проводиться по сгоранию и так далее. Поэтому также привлекаем гранты на дальнейшее развитие. То есть мы можем видеть, что у нас в Казахстане, в принципе, есть большой потенциал на формирование такой вертикальной интегрированной компании. А планы-то есть? Возможно, это хорошо. Нет, я же говорю, что мы как раз-таки над этим работаем. У нас и планы по привлечению заказов, уже мы продвигаем на экспорт наши возможности по сборке спутников, по туристическому потенциалу. Мы тоже разговариваем с рядом инвесторов, чтобы привести это в туристический, привлекательный формат. И по различным мы хотим развивать стартап-экосистему вокруг космической отрасли с привлечением уже нашего сформировавшегося IT-хаба Astana Hub. То есть много частных компаний проявляют интерес. Те же самые, допустим, снимки, которые мы производим, дистанционное зондирование Земли. Я считаю, что мы не должны просто их делать, сами закрыться, сидеть с этими снимками. Мы должны дать возможность рынку пользоваться этими данными, чтобы стартапы и интерпренеры могли пользоваться этими данными и какие-то технологические решения предлагать. А для чего это нужно? Что это даст вообще? Целесообразно сейчас вообще развивать космос, когда у нас на Земле не все в порядке? Нет, на самом деле космос развивает целесообразно, так как продукты, которые можно получать с тех же самых спутников, они могут кроссекторально использоваться в других секторах экономики. То есть это разные кейсы и по прогнозированию и выявлению термоточек, что приводит к пожарам, и по прогнозированию и моделированию паводковых ситуаций. Это в нефтяной сфере, это в сельском хозяйстве можно выявлять хорошие кейсы, это использовать. То есть во всех секторах можно использовать эти продукты. Спасибо. Айнур Коскина, Total KZ. Добрый день. Я сразу предупрежу госпожу Сарсенбаеву. У меня два уточнения господину Мадиеву. Пожалуйста, коротко, емко ответьте, потому что не совсем поняла из вопросов коллег, а потом мой вопрос. Первое уточнение по префиксу 7 и 977. Получается, что большинство стран, которые, да все страны, которые вышли, они это воспринимали не иначе, как независимость. То есть сейчас мы с Россией на одном префиксе. Скажите, вот ваше мнение по этому поводу, именно вот с точки зрения не технологической, а вот того, что я вам говорю. И не грозит ли нам то, что префикс 7 может стать для нас проблемой, когда будут в ограничениях в связи с санкциями каких-то программных обеспечений? Спасибо. Данный вопрос прорабатывался и операторами связи, и большие консультации проводились, анализировались финансово-технические вопросы. Поэтому было принято решение с операторами связи, что лучше придерживаться именно плюс 7. То, что касается санкций, я рисков в этом плане не вижу абсолютно. Спасибо. Второе уточнение по поводу вот этого контракта с катарским инвестором. Насколько мне известно, ваш вице-министр заявил, что одним из пунктов соглашения было, что 3 года Казахстан не проводит конкурсов на частоту 5G. Означает ли это, что в ближайшие 3 года у нас больше не появится ни одного нового сотового оператора? Не те, которые имеются, а нового? Есть такое обязательство. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что любое обязательство анализируется и берется в расчет та выгода, которую страна получает. Реальные деньги, реальные инвестиции в этот сектор заходят от инвестора. Будет развиваться дальше компания. И это все принимается во внимание. То, что не будет заходить какой-то оператор, если есть такое ограничение, то это получается так, что конкурсы проводиться за это время не могут. Но есть дополнительные решения, такие как МВНО, мобильный виртуальный оператор. То есть по договоренности с существующими мобильными операторами компании могут заходить, договариваться и шерить, то есть делить ту базовую инфраструктуру, которая есть. В принципе, это направление тоже развивается. Мы соответствующие поправки вносим в регуляцию, чтобы ввести регулирование именно МВНО операторов тоже. Это, я считаю, что дополнительную конкуренцию будет создавать как на локальном и региональном уровне. Спасибо. И мой вопрос. Он касается космической отрасли, пускового комплекса «Байтирек». Строим мы его еще, по-моему, первое соглашение было у Назарбаева с Ельциным подписано. То есть это глубоко 90-е годы. Сначала говорили, что на базе украинского «Зенита», потом на базе «Ангары» будет у нас там своя ракета и свой пусковой комплекс. Что на сегодняшний день? То есть за это время россияне построили Плесецк. Им он не нужен, по большому счету. Плесецк. Он им не нужен. Что будет для нас? Деньги вложены колоссальные. Что на сегодняшний день и вообще что планируется? Да, вы говорите, что Плесецк и так далее развивают. Но космодром наш Байконур никто не оставляет. Инвестиции предусмотрены. Совместный проект «Байтирек» имеет место быть. Есть уже технико-экономическое обоснование, которое утверждено. И в рамках него предусмотрены также инвестиции в этот комплекс. У нас есть пуски, которые, допустим, могут осуществляться только у нас. Там пилотируемые запуски. Поэтому если уж такое совместное предприятие и совместный комплекс развивается, интерес на дальнейшее развитие он есть. Скажите, вы говорите про то технико-экономическое обоснование, которое в 2000-х годах было? Или вы по новой на это деньги выделили? Нет, я говорю, что по любому проекту вообще ТЭО всегда формируется. И что в рамках ТЭО всегда бизнес-план рассматривается. Сколько пусков будет осуществлено, сколько дополнительно к этому частных пусков будет осуществлено. Допустим, сейчас есть договоренности по улучшению даже условий, что российская сторона вместо двух запусков они на себя берут обязательство, что три запуска будут осуществлять, это плюс к тому, что еще на частной основе будет привлекаться к запуску. Я сейчас говорю только про Байтирек. Я вам про Байтирек и говорю. Что сейчас идет строительство, модернизация, и будут осуществлены технические запуски. И если мне память не изменяет, где-то 27-й, по-моему, год по плану сейчас стоит, что уже будут полноценные запуски производиться. То есть это, получается, Путин пришел в 99-м году, да, по-моему? То есть с этого времени вот только будет в 27-м году. Правильно я это понимаю? По конкретным датам, я помню, что соглашение по аренде было в 94-м году подписано. На более позднем этапе соглашение, вот межправсоглашение о комплексе Байтирек, оно уже там в 2007-м году. А, в 2007-м, да? Значит, мне неправильная информация. Я не хочу вас вводить в заблуждение. В 2004-м году было подписано. Поэтому с тех времен это же большой проект, инфраструктурный проект. Соответственно, в данном проекте, главное, не ошибиться в расчетах, финансо-экономических обоснованиях. Поэтому самое радует то, что этот проект живой, инвестиции предусматриваются, и, соответственно, будем выходить на планируемую мощность согласно технико-экономическому обоснованию. Спасибо. Второй вопрос у меня к господину Аринову. Скажите, я его уже задавала, тогда не получила ответа от вашего, по-моему, вице-министра. Может, вы были, я уже не помню. По поводу того инертного материала, попросту песка, из которых были построены дамбы, как их и когда разберут, кто этим будет заниматься, потому что это может грозить новой экологической катастрофой? Айнор, сейчас в новостях, в телеграм-каналах везде есть информация. Практически Западно-Казахстанскую область, Атараусскую область все мешки начали собирать. Уже там, где уровень воды снизился ниже критической нормы, мешки все демонтируются. Кто этим занимается? Местные исполнительные органы. Ну, мы тоже помогаем, все, кто так же сообщат. А как вы думаете, сил хватит местным исполнительным органам? Ведь наполняли эти мешки и чуть ли не всей страной выстраивали эти дамбы. Сил однозначно хватит. Более того, в сельской местности, в проселочной местности мы рекомендовали и смотрим за тем, чтобы эти дамбы остались и были облагоражены, укреплены, соответственно, чтобы каждый год это все не делать. То есть есть такая программа. То есть есть участки, где останутся? Мы говорим сейчас о насыпных дамбах. А, нет, я про мешки говорю. Ну, мешки демонтируются, да, то, что в городской части это все делается. Ну, в принципе, это показывается в новостях, я это видел точно. Спасибо большое. Рахмед. Назира Болташева, Голос народа. Первый вопрос, господин Аринов, к вам. Один экоблогер в соцсетях говорил о том, что технопарк для тушения пожаров в основном состоит либо из старой техники, либо из современных КАМАЗов, которые, по его мнению, нецелесообразны для тушения пожаров, так как они требуют полной остановки, и лесной пожар должен тушиться на ходу, чтобы не пострадали сами спасатели. Будет ли руководство МЧС пересматривать подход к закупу техники? Да, Назира, у нас есть первостепенные задачи, как я сейчас сказал, да, это элементарно старая техника, которую просто нужно обновить. Это автоцистерны, автолестницы в крупных городах. Очень много техники, которая подлежит модернизации. Вместе с тем, первым этапом это будет делать Министерство экологии, так как леса – это их территория по закону. Вторым эшелоном уже мы заходим. Но сейчас, как я ранее до этого говорил, мы не делимся, нет у нас временных каких-то задержек в бюрократии, мы вместе реагируем. Но на сегодняшний день вся имеющаяся техника, она, на наш взгляд, соответствует возникающим угрозам. А сколько есть в арсенале техники, которая подходит для тушения пожаров на ходу? У нас сейчас, ну, я вам точную цифру не могу дать, но если нужно, мы в письменном виде ответим. Хорошо, спасибо. Спасибо. Второй вопрос касательно Sony PlayStation Store. На сегодня казахстанцы до сих пор не имеют доступа к магазину Sony PlayStation. Около года, даже более года, велись какие-то переговоры, и ваш предшественник не смог прийти к решению этой проблемы. Будете ли вы продолжать переговоры с Sony? Любые нерешенные вопросы с крупными технологичными компаниями, они будут являться для меня одним из приоритетов. Во время встречи с Sony я обязательно буду поднимать этот вопрос. Я еще во время работы первым вице-министром МЦРЯП, я также поднимал этот вопрос на уровне посольства в Японии. К сожалению, пока этого результата нет, я признаю, но я при встрече с этой компанией буду коммуницировать соответствующую просьбу. А уже запланирована какая-то встреча у вас? Встреча не запланирована сейчас. Спасибо. Рахмет, Райсу Грубай Атамикем Бизнес. Встреча не запланирована. Встреча не запланирована. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...